Что касается выделенной полосы, мы уже установили знаки, нанесли разметку, повесили информационные таблички. На табличках, которую вы видели, она начинает работать с 28 ноября. У нас есть договоренность с патрульной полицией о том, что движение по выделенной полосе частного транспорта будет контролировать патрульная полиция. Весь транспорт, который будет там стоять, будет контролироваться нашими инспекторами с паркования. Мы выделяем один экипаж, который будет работать по этой улице, потом возвращаться по другой и опять по этой улице. Я думаю, что недели-две мы поработаем в таком режиме, а дальше я надеюсь, что водители привыкнут. Скажите, будет ли усложнять работу этой выделенной линии для автобусов, потому что там достаточно много парковочных карманов? И каким образом регулировать, то есть это фактически автомобильские кинополосы, а в парковочном кармане? Но тем не менее, мне кажется, не так просто, это несколько затруднит работу самой полосы. Я думаю, что не затруднит. Почему? Мы проанализировали ситуацию. Карманы по Решелевской достаточно глубокие, автомобили, которые будут останавливаться елочкой. Кто поставит на елочкой, мы подойдем, подскажем. И они на эту полосу не выходят. Нет, я не о том, я говорю о том, что сам процесс запаркования и выпаркования явно будет не очень удобен. Ну, я думаю... Если там будут только большие автобусы, то выстрелили. Но пропустили? Нет, я думаю, что вполне нормально. Тем более водитель по правам дорожного движения, который двигается задом, должен пропустить весь транспорт, который проходит, а потом сдавать назад. Простите, я понял, что речь идет о крайней правой полосе. Да. Только на Решелевской пока? Пока только на Решелевской. Это тестовый вариант? То есть она будет транспортной, но она тоже пустится, например, потом в другую сторону? Или это не планировано? Нет, пока мы спланировали улицу Решелевская, так как там много маршрутов. То есть 5 троллейбусных маршрутов, 11 автобусных. 5 троллейбусных? Да. И 2 троллейбусных, я не понимаю. Вот. Неверные. И 11 автобусных? Да. Хорошо. Ну, проверьте. Дело в том, что мы учитывали и те маршруты, которые выходят и проезжают квартал, либо два по этой улице. Вот. Я думаю, что мы посмотрим в течение месяца, как она себя будет вести. Я надеюсь, что это будет нормально. Потому что, как мы смотрели предыдущие года и предыдущее время, на этой полосе в основном паркуется частный транспорт, и он стоит. Если мы его оттуда убираем, улица, эта полоса становится проезжаемой. Для трафика по всей улице это не имеет никакого значения. Вот. Дальше мы будем смотреть Киевский, смотреть Суворовский район. Так как я говорю, вот в презентации мы подумали о Николаевской дороге, чтобы там сделать дополнительную реверсивную полосу. Вот. Пока там по замерам нужно увеличить проезжую часть на полтора метра, тогда мы сможем добавить одну полосу. И я думаю, что тогда можно и по Николаевской дороге организовать выделенную полосу для общественного транспорта.